Думаем, и нас удовлетворяет одна какая-то история. Клиентоцентрительность, поэтому совершенно... Женя, вот хотелось бы обратиться к... У нас сегодня целых два докладчика, Майя и Кимран. Скажите, пожалуйста, как у вас запускаются процессы клиентоцентричного господинга? Как работаете с налогоплательщиками? Куда дальше двигаться? Возможности тоже. Вот Максим справился, мастерский. Докладу 10 минут. Вот тоже попросила бы кратко рассказать, поделиться лучшим опытом. Хочу начать со слов благодарности за радушный прием и за предоставленную возможность пообщаться и приобщиться к опыту коллег. Что касается необходимости внедрения принципов клиентоцентричности, даже человекоцентричности со стороны Государственного логослужбы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, то также, как и во всем мире, изначально внедрение каких-либо новых процессов, программных сервисов и тому подобного осуществлялось у нас в административном, можно даже сказать, в императивном формате, то есть без учета каких-то пожеланий, требований клиентов, как внешних, так и внутренних, и что по итогу чаще всего приводило к какой-то негативной ответной реакции. Иногда мы сталкивались с формализмом каким-то в процессах, а также чаще всего к поиску окольных путей со стороны как внешних, так и внутренних клиентов при решении, при реализации этих процессов. И автоматизация всех рабочих процессов Государственной налоговой службы, начавшейся с 2006 года, и вообще развитие по всему миру информационных технологий привело к тому, что эти проблемы стали возникать на регулярной основе, и по итогу все мы, как все во всем мире, поняли, что надо переходить от машиноцентричного подхода к антропоцентричному подходу, то есть надо при проектировании систем учитывать все потребности, желания и возможности клиентов. И по итогу Государственной налоговой службой была взята на вооружение концепция клиентоцентричности, и уже на ежегодном налоговом форуме, который проводился в этом году, было объявлено нашим руководством, что мы применяем, начиная уже активно применять принципы клиентоцентричности, и также была уже дана информация о том, что мы начинаем использование лабораторий пользовательского опыта. И что касается истории самой создания нашей лаборатории, то здесь мы очень обязаны опыту, которому мы переняли от вас, и еще раз хотим выразить признательность ФНС и налог сервису. То, что вы сделали в течение двух лет, и как вы нам все это рассказали, сократило наш путь создания, наш клиентский путь, он стал более коротким. И уже в апреле мы сами создали пилотный проект лаборатории пользовательского опыта, начали проводить там уже наши исследования. И также по ходу параллельно у нас проходит процесс майнинг, оптимизация рабочих процессов, создание ситуативных и проактивных услуг. Ну, об этом поподробнее расскажет Кемран. Спасибо. Спасибо большое, Майя. Мы всегда рады делиться опытом, выступать товарищем. Кемран, включите, пожалуйста, микрофон. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Учитывая короткий регламент, я постараюсь быстро динамично пройти. То есть внедрение концепции принципа клиентно-центричности в государственные налоговые службы. У нас главная цель была обеспечение единства двух противоположностей. Это в данном случае внутренний клиент, служащий налогового органа, и внешний клиент, налогоплательщик. То есть данные противоположностей мы нацелены устранить путем изучения потребностей и интересов, ожиданий обоих сторон. Что касается опыта внедрения клиента-центричности в отношении внешнего клиента, могу сказать, что мы интенсивно применяем широкий набор инструментов обратной связи. Это проведение адресных электронных опросов в электронном кабинете, то есть по определенным сегментам налогоплательщиков. Также мы разместили QR-коды с опросником электронного опроса, как бы линк на электронный опросник, разместили в зонах ожиданий, в залах ожиданий, в сервисных центрах. Тем самым мы снизили риск влияния на результаты опроса со стороны заинтересованных лиц. Затем мы привлекаем волонтеров и проводим анкетирование на местах в сервисных центрах. Осуществляется электронное оценивание услуг. В результате оказаны услуги на рабочем месте в сервисном центре. Также для более консервативных налогоплательщиков размещены ящики для жалоб и предложений, то есть для приема обратной связи на бумажном носителе. Затем мы проводим личное анкетирование во время выездных мониторингов. Когда работники Главного управления по обслуживанию налогоплательщиков выезжают на места в регионы, и на местах помимо мониторинга и методической поддержки нашим работникам мы проводим параллельное анкетирование. Затем мы осуществляем обзон налогоплательщиков, в котором были оказаны различные услуги. Там адресные услуги и тех, которые участвовали на встречах. Касательно создания лаборатории по тестированию, мы пилотировались в апреле текущего года. Мы начали с трех услуг. То есть за короткий срок мы выбрали помещение, оборудование, программное обеспечение, в том числе и программа для захвата взгляда и необходимое оборудование. То есть за короткий срок мы в пилотном режиме создали себе небольшое уютное местечко. Но над этим, конечно, мы будем работать, над дизайном, над ремонтом. Это все будет сделано за ближайшее время. Да, мы начали с трех услуг. Это письма, которые посылаются налогоплательщикам, которые зарегистрированы были недавно. То есть это как бы стандартные письма, которые посылаются. Плюс письма, которые посылаются налогоплательщикам, которые вовремя не предоставляют декларации или вообще не предоставляют. И третий продукт – это был онлайн-очередь сервисной центры. Как и пророчили нам коллеги из ФНС, одно из сложных моментов – это был выбор респондентов, подбор респондентов, которые подходили под наш профиль респондентов. Да, мы, как это делали, в первую очередь посылали письма, потом смски, объявления в социальных сетях на сайте выставили. Ну и плюс осуществляли интенсивный обзон, и, можно сказать, уже более семи респондентов прошли через эту лабораторию. Были достаточно неожиданные результаты. Ну, над этим мы работаем, мы анализируем, и в дальнейшем, естественно, будем пользоваться. Помимо этого, в рамках лаборатории, на основе опытов ФНС, у нас было составлено соглашение об исследовании пользовательского опыта. Оно подписывается сторонами, и там отражены обязательства обеих сторон касательно конфиденциальности информации, которая была получена во время исследований, а также разрешения респондента, со стороны респондента о видеорегистрации и так далее. Есть определенные планы на будущее, мы собираемся, как бы, также привлечь компанию, но из-за того, что это, конечно, дорогое удовольствие, мы собираемся создать лабораторию уже в составе нашей службы, наше управление, и привлечь дополнительные силы ЮИК-специалистов, которые работают в смежных и близких сферах, на контрактной основе. Думаю, это будет более эффективно, потому что они будут работать вместе с нашими работниками, госслужащими, и эти ЮИК-специалисты будут обладать более актуальной информацией в сфере наглажения электронных услуг. Также после реализации лаборатории мы собираемся, как бы, внести, разработать юридическую правовую основу для того, чтобы все услуги и всякие изменения в продуктах и услугах обязательно проходили через лабораторию. Также, коротко скажу о внедрении принципов инклюзивности. Это, как бы, очень важный момент. Необходимо создать равные благоприятные условия для всех налогоплательщиков. Мы, как бы, создаём, значит, создаётся новый портал, где учитываются, значит, особенности людей с проблемами со зрением, дислексией, а также в сервисных центрах размещены пандусы, специальные полосы для слабовидящих. Также на оборудовании, предназначенном для налогоплательщиков, мы размещаем шрифты с надписями алфавета Брайля. Также в рамках проекта внедрения клиентной цитричности мы планируем внести, и, в смысле, разработать и создать несколько услуг, в том числе ситуативные услуги. Это портал регистрации контрактов, аренд, где будет в едином портале будет регистрироваться арендные контракты на основе информации из государственной налоговой службы, государственной службы по делам имущества, а также будет оплачиваться в проактивной форме арендные платы, а также будет взиматься налог у источника. И на основе этой услуги мы планируем создать проактивную услугу, это регистрация хозяйственных субъектов, так как тут уже контракты будут электронными, мы уже сможем регистрировать в проактивной форме субъекты, объекты хозяйства. Также планируется создание проактивного предоставления квитанции об уплате эффективной суммы по обращенному налогу, по социальным страхованиям и медицинским страхованиям. Также это уже у нас на завершающем этапе, потому что юридическая нормативная база была создана, сейчас ведутся работы над технической стороной. А также третий момент – это создание ситуативной услуги. Хочу стать предпринимателем. То есть там единый портал, где предприниматель сможет, не обращаясь в разные структуры, госорганы и разные электронные услуги, сможет за раз, как бы за одно обращение, то есть легализовать, зарегистрировать все, что необходимо, пройти процедуры в рамках одного портала. Регламент закончился. Хотел бы коротко, если вы не против, сказать и о другой стороне. Естественно, эта монета состоит из двух сторон. Это не только внешний клиент, но и внутренний. То есть тут необходимо учитывать человеческие факторы. Человек, в отличие от машины, он более восприимчив к внешним факторам, и он более реагирует чувствительно к всяким изменениям. Поэтому в центре клинитоцентричного подхода находится и наш работник. И в этой сфере мы проводим различного рода опросы, в том числе и диагностируем выгорание сотрудников, то есть используем международную практику различного рода методики. И еще другой момент, это мы провели в прошлом году исследование вовлеченности на основе 11 индикаторов метрик. Благодаря тому, что ФНС Российской Федерации поделилась этим опытом, мы планируем каждый год проводить на основе этих метрик опросы, сравнивать динамику и смотреть, насколько были эффективны меры, предпринятые нами, для улучшения, скажем так, рабочей обстановки. В рамках этой метрики еще один из индикаторов – это индекс лояльности сотрудников. Не хочу углубляться в подробности, но в принципе было ожидаемо, потому что в сфере обслуживания глоботельщиков индекс был более низкий, чем в отношении общей службы. Но это ожидаемо, потому что средства и работа. А также мы что делаем? В этом направлении проводим процесс майнинг, оптимизируем бизнес-процессы. Собираемся привлекать работников в лабораторию, пользуясь в тесте, потому что тут есть момент, что работник ощущает себя важным, то есть он ощущает, что он нужен для системы, для службы, что его мысли необходимо учитывать, и он может своим скромным вкладом улучшить услуги, которые оказывается состанавливая служба. Также проводятся тренинги по клиенту, ориентированной культуре, оказанию услуг. На местах наши работники центрального аппарата выезжают, оказывают металлогическую помощь на местах, в реальном режиме показывают мастер-классы. Проводится ротация работников, чтобы улучшить практические навыки работников между структурами. Проводим интеллектуальные турниры, чтобы улучшить мировоззрение работников. А также на основе опыта ФНС-продвижения, проекта продвижения, мы планируем также у нас, касательно налоговой службы, реализовать схожий проект. В принципе, времени мало, потому что много чего уже невозможно. У нас будет еще время, мы же сможем продолжить и завтра пообщаться. На самом деле, Майя, Кимран, большое вам спасибо. Отдельное спасибо, вопреки тому, что даже вышли за регламент, что уделили время проблематике работы с внутренним клиентом. Это, правда, очень ценная ресурсная история, потому что везде кадры решают все. То есть, говоря о совершенствовании системы налогового администрирования, о клиентоцентричном госуправлении, естественно, любые изменения начинаются с нас, с вами. То есть, если мы не будем заниматься нашими кадрами, не будем стимулировать, изучать их потребности и запросы, говорить о каких-то внешних контурных изменениях невозможно, потому что культура любого органа власти, в нашем с вами случае налогового органа, она формируется, носителем культуры является человек, сотрудник. Поэтому, конечно же, важно и нужно изучать, работать с обратной связью и совершенствовать, в том числе, не только внешние сервисы. Клиенты, человекоцентричность, она и про наши внутренние ресурсы, наши инструменты, с которыми работают наши инспекторы. И Кемран полностью с вами тоже согласна. Мы также изучаем удовлетворенность сотрудников. И запредельно зашкаливающая история про удовлетворенность рабочими процессами, к сожалению, как раз-таки у сотрудников, кто работает с гражданами, с налогоплательщиком, потому что это, правда, большая стрессовая история. И здесь важно, чтобы наши сотрудники, уходя домой, завершая рабочий день, не уносили вот тот флёр, негатив, потому что, ну, не всегда бывают, скажем так, удачными встречи. И люди, как правило, в наших, например, оперзалах, это молодые ребята, девчата, то есть они ещё эмоционально где-то не совсем стабильны и не могут отделять личное от публичного. Здесь нужно действительно учить сотрудников работать со стрессом, вести переговоры в экстремальных ситуациях. Это касается в том числе и контрольного блока, да, в рамках выездных налоговых проверок. Это, правда, большой плацдарм, которым стоит и нужно заниматься. И чтобы, скажем так, быть в графике, вот очень интересно услышать, Сююн, вас, государственную налоговую инспекцию при Министерстве финансов Республики Кыргызстан. Расскажите, пожалуйста, о том, что...